всех приветствую я сегодня присоединяюсь к марафону здоровья и хочу испечь пуховые традиционные пирожки с начинкой из капусты и яйца поехали и так для сдобного теста в первую очередь нужны сдобные компоненты у нас это яйцо небольшое количество сахара и растительное масло тесто разрыхляем биологическим способом при помощи промышленных дрожжей в качестве жидкости у нас вода и в качестве основы мука это сердце любой выпечки замешиваем тесто простым способом прямым так называемым когда все ингредиенты кладутся в дежу миксера одновременно и производится замес в муку добавляем соль добавляем яйцо в воде растворяем дрожжи вместе с сахаром и перемешиваем до растворения кристаллов вливаем дрожжевой коктейль и вливаем растительное масло я вывела некоторую теорию и даже нашла ей подтверждение о том что когда человек замешивает тест руками он получает удовольствие и в этот момент у него синтезируется в организме гормоны счастья и радости тесто на пирожки замешано выглядит вот так мы его сейчас накроем от заветривания и оставим для этапа брожения брожение будет длиться полтора два часа при комнатной температуре а после этапа брожения тесто выглядит вот так она увеличилась в два раза по объему мы видим что тесто разрыхленно насыщено углекислым газом припудриваем стараясь попасть мукой в стык припудриваем мукой тесто делим по 40 граммов каждый бесформенный комочек теста нуждается в том чтобы ему придали круглую форму тестовые заготовки отлежались и теперь они готовы к следующему этапу до формовки кладем 15 граммов начинки защипываем сперва в центре дальше от краев к центру шов сложили на бочок и придаем окончательную форму пирожку пирожки расстоялись они готовы к посадке в печь но перед этим нужно их смазать яйцом готовый пирожок будет глянцевый и румяный смазанные пирожки сажаем в печь выпекаем при температуре 220 градусов в режиме верх-низ если у вас электродуховка порядка 20 22 минут испокон веков выпечка из пшеничной муки считалась праздничной ее подавали на главные праздники в обычной жизни крестьяне и ремесленники готовили блюда из более доступной полбиной муки начинку же выбирали исходя из сезона или географического местонахождения на сегодняшний день нету точного мнения о пользе или вреде дрожжевого теста среди плюсов данной рецептуры можно назвать большое количество витаминов например витамины группы b а е п п а также большое количество макроэлементов например натрий калий кальций фосфор магний цинк однако не стоит забывать что такая выпечка является высококалорийной и содержит большое количество быстрых углеводов для того чтобы такой перекус не нанес большого вреда фигуре следует выбирать пирожки запеченные в духовке они жареные в масле также можно выбирать начинки более полезных вариантах например с капустой и яйцом с рыбой сыром и шпинатом овощи в своем составе содержит большое количество витаминов а также необходимы нашему организму растительной клетчатки рыба и яйцо являются отличным источником белка однако увлекаться такой выпечкой не стоит так как средняя калорийность одного пирожка составляет 230 240 килокалорий лучше всего пирожки употреблять как самостоятельный прием пищи например перекус однако стоит помнить что во всем важна мера даже в полезных перекусах пирожки румяные глянцевые можете съесть их дома а можете взять с собой дорогу приятного аппетита